Кликбейт? Может быть, но после этого видео ты точно скажешь мне спасибо. Это Стас Гарф Прот. И можно ли зачитать на твои биты? Ответ очень прост. Просто накинь акапеллу и узнаешь. Я понимаю, очень легко сказать просто накинь акапеллу, но у меня для вас есть технология, как сделать это легко и просто, но не с первого раза. Приступим. Итак, вариант первый. У вас есть акапелла известного вам трека, и вы хотите ее использовать. Где уж вы ее взяли, я не знаю. Закидываем и трек, и акапеллу, где вы взяли трек, я тоже не знаю, в наш плейлист. И что мы видим? Нам нужно взять трек и сначала выяснить его скорость. Для этого правой кнопкой на него жмакаем. Edit in Audio Editor. Это самый простой способ. Тыкаем куда-нибудь в середину, надеваем наушники, включаем воспроизведение, правой кнопкой мышки тапаем на темп, и жмем тап, и... Если у вас выставлена большая задержка в настройках аудио, как у меня 47 миллисекунд, то есть два варианта. Либо ее убавляете и натапываете, чтобы вам было комфортнее, либо натапываете как-то условно и начинаете подгонять вручную. Я так и сделаю. Нам теперь нужно найти начало куплета. Вот он начинается с кика. Отпиливаем, зажимаем Shift-Alt, выбираем лезвие, отпиливаем. Перетаскиваем его в начало, начинаем подстраивать. Включим метроном. И тут уже слышно, что все мимо метронома. И начинаем аккуратно подгонять ритм. Мы же примерно уже его настучали. И совпало. Видите, на 160 ударов в минуту кик совпал с сеткой. Обычно по кику легче всего выставлять, потому что кик это пик. Итак, вот мы вроде как примерно правильный ритм выставили. Как это проверить? Включаем метроном, тыкаем куда-нибудь в середину. Совпадает с метрономом. Совпадает с метрономом, значит все верно. Второй этап. Нам нужно построить, подстроить под нашу акапеллу этот трек. Ну или трек под акапеллу. Начинается с эй босс. Это было где-то здесь. Находим это место. Вот-вот, близко. И начинаем скрупулезно подстраивать. Чтобы они максимально совпадали. Вот. Вот так нормально. Следующий этап. Нам нужно найти начало куплета. Опять же, вот он. Начинается наш куплет. И отрезаем все, что левее начала первого куплета. Чтобы получить акапеллу, которую мы просто типа вот так вот вставляем в начало куплета в вашем треке уже. То есть вы же знаете, где в ваших битах начинаются куплеты. И нам нужно получить такую акапеллу, чтобы ее прямо в это место тыкали, и она стопроцентно подошла. В данном случае мы такую акапеллу получили. Теперь нам нужно просто посмотреть, где она заканчивается. Ага, на 34 баре. Отпиливаем то, что у нее справа. Shift правой кнопкой мышки отпилили. То есть маленький хвостик. И делаем теперь так. Выделяем ее, жмем Ctrl-Alt-C. И жмем Enter. Это Consolidated Track. Мы сделали этот Consolidated Track, чтобы создать новый файл, который будет начинаться конкретно с места, где будет начинаться куплет. Чтобы этот файл сохранить и его быстро дергать из нашего браузера в наш бит и понимать, все ли окей с битом, нажимаем просто на этот новый файл два раза. Жмем вот сюда, на эту кнопочку. Попадаем в папку Rendered. Правой кнопкой мышки жмем на этот файл. Выбираем Windows Shell меню. Жмем копировать или вырезать. Я возьму вырезать. На этом этапе вам нужно создать папку в браузере для ваших акапеллов, в которых они будут все абсолютно всегда храниться. Из которых вам будет удобно их дергать. Для этого идем в браузер, на любую папку, которая вам нравится. Правой кнопкой мышки нажимаем Open. Я, например, создал вот такую папку для акапелла. Заходим в эту папку, жмем Ctrl V и она появляется здесь. Теперь можем нажать F2, чтобы переименовать. И нам нужно выбрать для нее удобное имя, чтобы мы могли легко и быстро подстроить ее под наш трек. Как это сделать? Акап. Отличное название. Нет, просто АК будет. Нажимаем пока 160 BPM, потому что она 160 ударов в минуту. И 34 бара. 34 бар. Хотя полных бар там 33, но как бы, чтобы нам знать, до какой цифры нам сразу ее растянуть. Жмем ОК. Вот она сохранилась. Закрываем эту папку, перезагружаем наш браузер, открываем эту папку. Вот она здесь. ОК, вы сохранили акапеллу. Но что с этим делать? Почему я говорю, что это классно и удобно? Да все просто. Возьмем какой-нибудь рандомный бит для примера. Вот демка моего бита, это MP3, поэтому в начале есть тишина. Мы ее удаляем, эту тишину. ОК. Подстраиваем проект под темп бита. Открываем браузер, берем эту акапеллу. ОК. Вот она взята у нас. У нас подписано, что 160 BPM и 34 бара. Поскольку наш проект 137 BPM, нам нужно эту акапеллу подогнать под наш проект. Включаем стретч. С карандашиком и зажатым альтом просто растягиваем ее до 34 бар. Растянули. ОК, да? Нажимаем два раза. Сделаем здесь авто. ОК. Она компенсирует высоту тона. Подстраиваем под начало куплета. Я точно знаю, что здесь начало куплета. И вы знаете, где в ваших битах тоже начало куплета. Включаем воспроизведение и... И таким образом вы понимаете, с вашим треком все в порядке или не все в порядке. Есть в нем ритм. Качает он. Можно под него зачитать. Не благодарите. Но это еще только первый способ. Но перед вторым способом вы хотите узнать, что это за трек. Типа, он же неизвестный. Ты же сказал, что акапелла известных треков. Дело в том, что я без понятия, где брать акапеллу известных треков. И сами эти известные треки для вот такого способа. Но что-то мне подсказывает, что если вы зайдете в YouTube, наберете название любого трека, поставите рядом с ним слово акапелла, нажмете вот, то результаты поиска вас просто шокируют. А это трек из предыдущего видео, который бит в стиле трилпилы. Обязательно чекните это видео. Там в правом верхнем углу загорелась подсказка. На нее жмакаете, переходите, смотрите. Видео классное. А мы идем ко второму способу, который не менее интересный. Вы все знаете про один интересный сайт, на котором выкладывается куча всякой ерунды. Вот он, название этого сайта. Да, это Луперман. На нем есть акапеллы, на нем есть лупы, фигупы. Но там есть проблема с акапеллами, что там очень много акапелл и не все хорошие. Я конкретно искал по жанру в теге трэп и выбирал рэпинг. И я не рекомендую вам использовать акапеллы с автотюном, потому что для них еще критично важна нота, тональность вашего бита. И она может не совпадать. Далее. Вот мы взяли акапеллу. Что с ней делать? Во-первых, нам нужно взять ее темп на сайте. Обычно подписывают темп акапеллы. Конкретно эта акапелла совпадает с моим темпом. Она 137 ударов в минуту. И как мы ее подстроим? В первую очередь нам нужно обрезать какую-нибудь ерунду, которая есть в начале. Там где что-то там. Я, что, кого? И просто найти место, где начинается конкретно куплет. Конкретно первая строчка, вторая строчка, первый бар. Нам нужно найти именно старт-бара. Давайте послушаем. Вот. Это получается третья строчка. Включаем бит и подстраиваем. Неправильно. Это не всегда работает. Нам нужно найти другое начало строчки. Например, вот. И все. Получается. Подстраиваем темп. Подстраиваем по расположению. Конкретно эта акапелла. Звучит вот так. Окей. Мы подстроили акапеллу. И таким образом мы можем ее точно так же сохранить. Далее убираем снова все, что до ровного начала первого куплета. Снова ставим на начало. Убираем сам бит. Обрезаем конец. Так, чтобы это было ровное количество бар. Вот 41. Снова выделяем это. Жмем Ctrl-Alt-C. Жмем Enter. Консолидейтим трек. Получаем вот такую вот ерунду. Снова на нее два раза нажимаем. Снова жмем сюда. Снова попадаем в папку Rendered. Снова жмем Windows Shell Menu. Снова жмем Вырезать. Снова идем в нашу папку с акапеллами. Жмем на нее правой кнопкой мышки Open. Попадаем в эту папку. Жмем в нее Вставить. Потом жмем снова F2. И нам надо как-то ее назвать. Она у нас 137 ударов в минуту. 137 BPM. Она у нас продлевается до 41 бара. Сохраняем. Закрываем эту папку. Закрываем наш браузер. Открываем наш браузер. И вот она появляется. Типа теперь мы можем снова взять эту акапеллу. Например, подстроить ее под другой проект. Закидываем его. Это вавка, поэтому начало отпиливать не надо. Проект 140. Бит 140. Закидываем акапеллу, которая 137. Снова включаем Stretch. С Alt-зажатым сокращаем ее до 41 бара. Потому что это должно равняться 41 и бару. Перетаскиваем на начало куплета и включаем. Точно так же к этому проекту мы можем закинуть акапеллу, которая была из 160 BPM. Только, конечно, это все равно довольно жестко. Она у нас 34 бара. Поэтому растягиваем ее до 34 баров. Снова ставим на начало куплета. Снова включаем здесь авто. И включаем из произведения. Ну, вы поняли. Вот такой вот второй способ. Он посложнее, чем первый. И, кстати, бро, если тебе уже нравится этот ролик, то поставь ему лайк. Тебе же не сложно. А мне от каждого лайка очень приятно. И давайте перейдем к третьему способу, который можно сказать, что он относительно первых двух довольно бесполезный. Предположим, что вы про акапеллу не знаете вообще ничего. Вы не знаете, какая у нее нота, вы не знаете ее темп, вы не знаете ее продолжительность, но вы очень хотите ее использовать. И первые два способа по каким-то, видимо, морально-метическим причинам вам не подходят. Вот эта акапелла. Я про нее не знаю ровным счетом ничего, кроме того, что она тоже с Лупермана. И нам нужно ее подстроить под наш темп. Для этого есть несколько способов. Мы можем открыть ее снова в аудиоэдиторе, включить в рандомное место, нажать снова на темп правой кнопкой мышки и выбрать Tab. И примерно поймать ее ритм и настучать его. Вот у нас получился 99 BPM. Что-то мне подсказывает, что это неточный ритм, потому что у меня выставлена здоровенная задержка, и я не могу точно ее настучать. Вот. Найдем вот это. Вот получается под конец, уже ближе к концу, он начинает сбиваться от метронома. Это значит, что мы очень близко к темпу, надо просто чуть-чуть подстроить. Попробуем прибавить. Тоже сбивает. Попробуем на 1 BPM убавить. Надо снова подстроить. Вот, мы выяснили, что это акапелла, 98 ударов в минуту. Окей, теперь нам нужно подстроить ее под наш бит. У меня, к сожалению, нет такого прям на 100% подходящего бита, поэтому воспользуемся самым медленным, который у меня есть. Это 112 ударов в минуту. Теперь получается, нам нужно зафиксировать продолжительность акапеллы, чтобы мы могли подстроить сначала проект под темп бита, а потом акапелла подстроить под этот бит. Для этого включаем стретч, продлеваем на одно деление и сокращаем на одно деление наш бит. Теперь мы можем менять сколько угодно темп. Видите, бит меняется по продолжительности в зависимости от темпа, а акапелла уже нет. Подстраиваем под 112 BPM. Окей. Так. Надо точно так же найти начало строчки и подстроить его под начало бита. Ну, в общем-то, мы подстроили эту акапеллу. Бесполезная акапелла в данном случае, но она у нас есть. И нам важно просто отработать технологию. Уф! Это почти все. Хочу сказать, что на Лупермане много классных, интересных акапелл, но они... Нужно там покопаться, чтобы найти в них что-то интересное. И у меня есть для вас бонусный, четвертый способ, который продойдет далеко не всем. Для этого мы используем Ozone RX-7. Вот он. Туда добавлен вот этот трекан, который вы уже слышали, который из видео в стиле Trill Pillar, ссылка на которое будет, кстати, видео в конце. И вот смотрите. Вот у нас есть этот трек. Что мы можем сделать? Мы можем в правой колоночке вот здесь вот выбрать инструмент Music Rebalance, нажать на него левой кнопкой мышки, выбрать Isolated Voice, например, Gentle, нажать сюда Preview. Вот оно сейчас появится, это Preview. Такой вот способ. То есть вы можете подбирать разные пресеты и есть вероятность того, что в треке, который вам нравится, из которого вы хотите дернуть акапеллу, вы сможете эту самую акапеллу дернуть с помощью вот этого плагина. Но опять же, это подойдет не везде и не всем. И возможно, вам проще найти акапеллу из известного трека на YouTube. Вам проще найти интересную акапеллу на Лупермане или просто какую-то рандомную акапеллу, как в третьем способе. Если ничего из этого вам не подошло, то есть четвертый способ, когда вы можете запилить свою собственную акапеллу с помощью Isotope RX-7. В общем, на этом у меня точно уже все. Если вам нравится это видео, ставьте лайк. И пишите в комментариях обязательно, скажете ли вы мне спасибо, как я сказал в начале этого ролика. И интересно ли вам такие вот видосы, в которых я делюсь какими-то мелочами, которыми пользуюсь сам в процессе битмекинга. Которые вот такие мелкие штучки, которые мне просто по чуть-чуть помогают. Опять же, напишите, мне интересно почитать. И ставьте лайк, если вам понравился этот ролик, если он был вам полезен и интересен. Если был неинтересен, бесполезен, просто кошмарный ролик, то ставьте полностью заслуженный дизлайк. Как обычно, напоминаю, у меня есть видеокурс по клауду, по триллу, по трепу, из трех частей от А до Я, от набора сэплов до готового бита. К нему приложено участие в закрытой группе, дополнительный видеокурс для начинающих. Так что весь этот комплект точно подойдет даже новичку. И часовая консультация со мной в скайпе. Он стоит 3290 рублей. Чтобы узнать о нем подробнее, напишите мне, ссылка на меня в описании. Напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. И на этом у меня уже точно все. Посмотрите любое другое видео на моем канале. Вот где-то здесь уже загорелись ссылки. Над всеми видео стараюсь. Что-нибудь из этого вам 100% понравится. Подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Нажмите на колокольчик. Поставьте лайк этому ролику. Напишите в комментариях, что ролик хороший, или ролик плохой, или что-нибудь поменяй. И в любом случае, спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующем видео. С вами был Стас, Гарф Прот. Пока!